Друзья, начинаем изготовление недорогого экономичного обогревателя в курятник из керамической плитки и греющего кабеля по совету Тимоши. Ну, вернее, не по совету Тимоши, а по совету одного из подписчиков, который прислал мне ссылку на этого блогера, который делает вот такие эффективные и недорогие обогреватели. Говорят, что он будет нагреваться вплоть до 70-80 градусов, потреблять примерно 250 ватт. Кабели я купил 10 метров, понадобится нам 6 метров. Это 12К 33 Ом. Вот такие Z-образные уголки, которые будут служить креплением. Вот так мы их присобачим. Ну и сейчас мы заведем сюда кабель, прикрепим его и потом немножечко еще цементом пройдемся. Может быть, даже я опалубку сделаю, но посмотрим. Здесь вот кабель этот обрежу компьютерный, будет у меня вилка для питания. В принципе, это все, что нужно. Я думаю, можем начинать. Итак, друзья, вот такой предварительный результат. Кабель уложен, около 6 метров сюда ушло. Расстояние между витками 5 сантиметров я выдерживал. Сажал все это на точки из жидкого пластика, клеевым пистолетом все делал. В исходном материале все это держалось на скотче и перед заливкой бетоном скотч убирался, что я считаю не очень удобным. Также кронштейны сажались на жидкие гвозди. Я их тоже посадил вот на пластик. Так, возможно, друзья мои, это не так надежно, как жидкие гвозди, но это все будет в бетоне, поэтому я думаю, бетон в том числе будет держать эти кронштейны. Поэтому пока сделал так, посмотрим, как будет работать. Оставшийся кабель 4 метра, не знаю, куда его применю, может быть сделаю обогреватель поменьше. Так, ну все, теперь нужно все это обжать, дело с кабелем, который будет в сеть входить. Ну и заливать. Ну и заливать. Ну и заливать. Ну и заливать. Продолжение следует... 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 Кабель закроет и хорошо... Может быть в районе кронштейнов сделаю чуть потолще... Где-то потоньше... Вот здесь сделал специальную выемку для кабеля... Пока мне все нравится... Давайте же... Все это дело зальем... Облагородим... Высохнуть и будем пробовать... Итак, друзья... Давайте начинать... Посмотрим, что у нас по температуре... Нежелательно все это делать в минусе... Вот перенес все домой... Из гаража холодного... Посмотрим... Плиточка у нас... 15 градусов... Все это будет рядом с радиатором отопления... Давайте посмотрим... Цемент... У нас... Насколько теплый... 17 градусов... Ну и считаю, что... Вполне нормально... Так что... Заливаем... Давай, хорошо... Верс... 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 Вот так вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ненужные процессы Полежит он у меня при температуре Где-то 15-17 градусов Несколько дней, потом мы уедем Наверное, в доме будет минус, если на улице Сильно подморозит, но не думаю, что это Как-то Усугубит процесс высыхания Все, друзья мои, ждем Для вас это будет следующий кадр Для меня это будет двухнедельная пауза Так, друзья мои, это прошли сутки Все нормально, кронштейны Держат Все хорошо Так, для того, чтобы он нормально просох Как мне советовали Подписчики, необходимо Его увлажнять Поэтому я вот так вот сделаю То, что могу Думаю, что будет эффективно И налью водички К сожалению, уезжаем надолго Поэтому думаю, что просто пропитаю полотенце И таким образом Сделаю, чтобы Все было влажным Максимальное количество времени Думаю, что так будет правильно Вот так Ну, вроде все хорошо Итак, друзья Наш новый обогреватель В курятник подсох Три недели составила сушка Ну, собственно Сколько нас не было на даче Воткнул его в розетку Час уже примерно работает Работает через ваттметр Покажу вам его потребление Давайте посмотрим, что на поверхности 60, 65, 67, 69 градусов Вполне нормально Ладошку можно держать Но недолго Чуть-чуть обжигает, конечно Очень хороший обогреватель получился Горячий Если сравнивать с кабелем Саморегулирующимся, греющим То этот работает поэффективнее Но и энергозатраты побольше И этот кабель, напомню 12К, 33 Ом Давайте посмотрим на его потребление Спустя час работы Так, как бы его 280 Ватт он потребляет В текущем режиме Вот сейчас После часа работы Так, ну что Еще немножечко его потестим Часик И уже можно Вешать в курятник Смотреть, как он будет Смотреться там Установлен наш Новый обогреватель В курятник Все молчат В ожидании Что же он нам даст А даст он нам Тепло Экономию Надеюсь 10 сантиметров Примерно получилось От стенки За счет Вот этих кронштейнов Вмурованных Так сказать В конструкцию Тимошу спасибо За идею Так, смотрим Что у нас По температуре На поверхности А по температуре У нас 62 градуса Практически Меня вполне устраивает От него такое Прям реально Тепло идет И конвекция Будет хорошей Так Подключил я его Через ваттметр Смотрим 282 Ватта Потребление За час 0,9 Съел 2 рубля 28 копеек Тариф я поставил 7,06 В Подмосковье Однотарифный тариф Сейчас вот такой Если меня смотрят Чиновники Ребята Вы озверели 7 рублей 6 копеек За киловатт Блин Вот видите Куры тоже Возмущаются Ладно Смотрим Сколько он у нас Съест за день Пока я его Без Терморегулятора Подключил Но хочу понаблюдать Хочу понаблюдать Как он будет себя вести Потом конечно же Поставлю терморегулятор Так друзья Мне стало дожидаться Все таки Подключил его Через терморегулятор Значит Что у нас 15 градусов Это Выключается Обогреватель И Разницу Я поставил Разницу Я поставил В 3 градуса То есть включаться Будет В 12 градусов Все Вот сейчас Он работает Посмотрим Что будет За 24 часа Вот только Только включил Буквально 3 минуты назад 280 Он кушает Стоимость 7,06 За 1 кВт Все Будем смотреть Друзья мои Не хочу ждать Пускай работает Через терморегулятор Вот здесь Будет у меня Соответственно У потолка Термодатчик Давайте кстати Посмотрим В 15 градусов Должен выключиться Я вот так зажму Смотрим Опа Все Выключился Отлично Сейчас опять Остынет Опять включится Все четенько Работает Друзья мои Все нормально Так смотрим В 12 градусов Должен включиться Опа Включился Все нормально Работает все хорошо То есть разница будет В 3 градуса В 12 Включается В 15 Выключается Посмотрим Сколько съест Так все Закрываемся здесь Потому что Долго уже дверь открыта Поэтому температура упала И будем смотреть Смотрите ребят 11 вечера Началась метель На улице Холодно Давайте вам покажу Только что смотрел Обогреватель Не работает Но я имею ввиду Что терморегулятор Его выключил То есть Внутри все нормально Курочки спят У них теперь Полная темнота Ночью Видите Регулятор Так видно или нет Давайте откроем 13,7 То есть В 15 градусов Он Выключается И в 12 Включается 13,7 То есть Вполне себе Нормально работает Он не будет Теперь работать 24,7 Он прекрасно Догревает Потом температура Потихонечку Опускается И в 12 градусов Он включается Вот такие вот дела Ладно Давайте дождемся Завтра Посмотрим Какие будут результаты Итак друзья Прошли ровно сутки Ну чуть-чуть больше 24,5 часа Давайте посмотрим Сколько съел По денежкам Наш Обогреватель На кабеле 12К33 Ом И сколько он работал В целом По часам Ваттметр Все нам это покажет Итак Работал он за Ну чуть-чуть больше Чем 24 часа 10 часов 19 минут Съел 20 рублей 29 копеек По тарифу 7 рублей 6 копеек За 1 киловатт Тариф конечно Грабительский просто Но это эмоции Я признаю свою неправоту Все кто мне рекомендовал Советовал Запитать обогреватель От термоконтроллера Были абсолютно правы Я его отрегулировал 12 градусов включения 15 градусов выключения Вот сейчас я снимаю В курятнике С открытыми дверьми Поэтому температура Немножко упала Все хорошо В курятнике Очень хорошая Комфортная Обстановка Я уверен И курочкам Будет впоследствии Хорошо Поскольку не будет Работать инфракрасная Лампа постоянно Ночью они будут спать А вот эта лампа Энергосберегающая От таймера Будет включаться В 6 утра И выключаться В 8 вечера Будет работать Как лампа Досвечивания И Обогреватель Будет включаться Тогда Когда нужно Когда температура Упадет ниже 12 градусов Вот так вот Друзья мои Все В принципе Шикарненько И я доволен Полученным результатом Всем спасибо Кто рекомендовал Сделать таким образом Обратить внимание На этот кабель На эту технологию Производства Вот таких Самодельных Колориферов Обогревателей Всем большое Большое спасибо Так ну что В принципе Можно Можно закругляться Кстати еще одно Нововведение Улучшайзинг Можно так сказать Закрепил Крепление Одной из жердей У меня одна из жердей Один из наседств Столовой Располагается Раньше это крепление Было на стенке Сейчас я его По совету Одного из подписчиков Закрепил на Левую стенку Кормушки У меня была проблема С неподсыпом корма То есть корм Подсыпался очень хорошо По задней стенке А вот здесь был такой Ну как бы нарост И неохотно Все это так туда Подсыпалось Теперь Что Мне вообще посоветовали Закрепить крепление На стенке Соответственно Курочка Когда будет Вскакивать на жердь Будет своеобразная вибрация А тут Четыре-пять Курочек иногда спят И соответственно Вот эта вибрация Будет способствовать тому Что Будет подсыпаться корм Будет обвариваться Как бы Да В зону Откуда Корм Выедается Так и сделал Надеюсь Что это Принесет свои плоды Спасибо большое За рекомендацию Все друзья мои Теперь точно Можно закругляться Спасибо всем За внимание Подписывайтесь Канал Обязательно Комментируйте Спрашивайте По кабелю Информация Будет Как всегда В описании К ролику Все Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok